Озеро Дикой Утки милеет. Правда, причины тому факторы не природные, а вполне человеческие. О продолжении работ на озере Дикой Утки сообщили местные жители. Если работы с засыпкой территорий были таки пару раз остановлены, то другие, более серьезные, все же начались. А местные жители не думали, что работы на озере могут быть остановлены, а они ведутся и ведутся с ярым упорством. Говорят, что они и вовсе останавливаться не планировали. Ну а что, территория, по словам рабочих, частная, и делать они могут тут все, что захотят. И рассказывать о проводимых работах они не будут. Ребята, вы сильно успокоитесь? Хороший снимать, все, я отсюда. От неизвестного посыпались угрозы выбросить камеру, вырвать шнур от микрофона и зачем-то сломать штатив. Мотивировал он все это тем, что съемочная группа находится на частной территории. Правда, ни указателей, ни ограждений нет. Мужчину упомянул, что скоро появится. Кстати, ни что за организация проводит работы, ни фамилию владельца земли он не назвал. Сказал просто, что человек важный. У местных жителей появилась своя теория, почему проводят осушительные работы. Если им запретили строительство, значит они осушат это озеро. Воды там не будет, естественно, никакого озера не придется насыпать, потому что нет воды. Нету древности, ничего, зафиксы, все дело сделано. Работы на озере Дикутки начались в марте 2019 года. На этом месте уже была проведена прокурорская проверка. Дважды работы здесь останавливали. Теперь они продолжаются, да еще как. Ведь если территория, по словам мужчины, частная, то можно делать все, что заблагорассудится. Валерий Седов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город.